а духовно одаренный человек просто обязан пройти через страдания и страдать он будет до тех пор пока его его не пролетит свое существовать тоже страдает у нас сомневается и боится только наше это то есть явный сигнал что его в нас еще присутствует это страдание страдает только его душа страдать не может потому что она божественно страдание в ней не бывает то есть душа никогда не страдает душа в благодати всегда находится в поле благодати прибывает понятно да создать только его таким образом человеку даруется в исполнении власть бога и тогда он действительно становится свободным чтобы истины да и бы истинно и свободно возможно только в божественном а так вы прикажившиеся свободе абсолютно не свободны ибо вы находитесь в селках или в путах кармического закона от которого никуда нельзя деться вероятно мне хуже всего чем остальным потому что множество людей прилипло ко мне подобно пиявкам вот мать всегда была объектом пристального внимания со стороны самых разных людей и только насильников ашрама и чем дальше тем больше бесконечные визитеры корреспонденты то есть корреспонденции не газетные телевизионные писатели писем они беспокоили ее по самым ничтожным поводом все это очень тяготила мать мешая ей полностью сосредоточиться на внутренней работе грандиозной на сказать внутренней работе которая навела в последние полтора десятилетия своего пребывания на земле она говорит что мешает они мне божественная благодать способна избавить человека от кармы если он обращается к ней не будет повторять свои неверные шаги но действительно только божественная благодать и ничто и никто кроме нее не может вывести вас из-под действия или пули из под влияние кармического закона кармических педагог прекращает наше обучение только тогда когда окончательно передает нас в руки божественной воли кармический закон перестает действовать когда мы находимся бедный он передает кармический педагог нас в руки божественной воли все кармический закон уже над нами не властью другие там есть кармические связи уж не работ шри варабинда есть работа где он говорит о разных слоях кармы мы говорим сейчас о кармическом законе воспитательно потому что и на высших планах есть некие кармические связи но они не те которые мы имеем ввиду не педагогические не как наказание не как форме уроков там другие слои кармане по-другому реализуется но они есть но кармический закон обучающий педагогически прекращает свое существование когда наша воля отождествляется с божественной все то есть он сделал выполнил свою работу окончательно он уже не действует в этом мать справедливо совершенно прошлое может быть очищенной лишено способности воздействовать на настоящее но лишь при этом но лишь при том условии что человек остановит себе данную вибрацию не будет воспроизводить её до бесконечности уже такой трудная вебрация такое человеку что восстановит свою дону и вибрацию навиграции от вибрации продукции рыжем а и наши эгоистической сущности на línea сеч animation существования всегда продуцируют дурные вибрации на любой те от эгоисты от вибрации исходит ну вот прям все некоторые прям светится в этой вибрации у некоторых она потише у некоторых она глубоко запрятанно все равно фонит это все но эгоистические вибрации дурная вибрация пока она не прекратит свое свое существование мы находимся во власти дурных воль и духовная реализация окончательная невозможно до тех пор по окончательно пока окончательно это не будет трансформирована и здесь помогает только практика абсолютного смирения практика последовательно умоления ва через посредство бдительности сознания смиренно и приятие настоящего чтобы с нами не происходило очищает нас от прошлого от кармического прошла ибо нежелательное настоящее то есть наше женщечное прошлое советными добавляться ми здорными вибраций если мы принимаем настоящие с благодарения настоящие нехорошее настоящее благодарим за это господа тем самым мы свои кармические прошлые грехи искупаем искупили все они уже не существует безропотное приятие настоящего единственный действенный способ рассчитаться с прошлым другого варианта нету еще не забывайте за все благодарить господа за все что с вами происходит в жизни из-за плохое с человеческой точки зрения и за хорошее необходимо оставить все усилия интеллект знания стать совершенно несуществующей но усилий интеллект знания прочь от продукт нашего эго продукт наших эгоистических накоплений накопление в памяти мозга цепляться это значит цепляться за эгоистическое прошлое быть в нем жить им а шагнуть в эволюционное будущее можно только окончательно избавившись от прошлого для этого действительно достать как будет мать несуществующим то есть несуществующим для эгоистической жизни для жизни в прошлом то есть полностью сдаться на милость господа когда тебя нет в прошлом ты открыт полностью божественные силы всегда в настоящем а настоящие свободные от просто откроете а дорогу в эволюционное будущее чем прошлое должна остаться позади в памяти она будет как факты определенные на психологически она уже не должна вас тревожить мы с ним разделались все какая тонкость словно стоишь на границе двух миров или двух аспектов одного и того же мира сделаешь вот так все гармонично а вот так кругом абсурд бессмыслиться муки но это одно и то же в одном случае тебя и не только тебя но весь мир уносит свет блаженство и вечная реализация в другом все жестко тяжело болезненно это одно одни и те же материальные вибрации вот здесь она очень тонко и образно говорит о своем пребывании в тленном материальном теле и в новой тонкой вибрационной структуре но вибрационном теле который уже практически не сформировалась под воздействием супраментальной силе в коконе физического тела периодически она разливается и к тому времени а еще не окончательно все-таки не переселилась полностью в новую структуру а прибывают не периодически и от основания из одного тела в другое дает ей возможность сравнивать два состояния то есть пребывание на разных уровнях бытия пребывание физическом теле ощущаясь как брачная тягостная мучительный кругом видится абсурд нелепицы страдания пребывание в новой структуре вибрационной кардинально меняет восприятие мира хотя внешний мир остается неизменном а восприятие другая легкая воздушная благодатная все остается всем сам ничего не меняется но в поле ментального сознания вот все беды у нас но все грустные тягостные замоченные когда в поле ментального сознания прибываем и по-другому быть не может но у него не может в это вот так хотя внешне обстоятельно сколько не меняются все остается прежним иметь на восприятие совершенно разное одно сознание воспринимает нет тягостно мучительно тошно и больно а другое ну радостно благодатно и свободно так что состояние сознания зависит наше восприятие мира при неизменных вне внешних обстоятельствах понимаете и переселение у нее из одного тела в другое происходит спонтанно в одно мгновение она говорит и помимо твоей воли сначала вот так а потом 2 сразу по-другому вот ту физическом теле 1 новой тонкой структуре другой совершенно по-другому все воспринимается из этого она делает вывод что эти два мира разных мира тесно соседствует нас во всяком случае в переходный период уж точно они соседствуют и когда окружающий мир воспринимается вами через посредством физиологических органов чувств через посредством центральной нервной системы то есть использование физического тела тогда все видится ужасном когда процесс восприятия становится чисто вибрационным без участия телесной физиологии без участия нервной системы тогда тот же окружающий мир полнится блаженство все на уровне вибрации все по-другому ведь какая тонкость хитрость все зависит от позиции сознания какой стране она находится в качестве примера можно привести некоторые сравнительные аналогии опять некоторую сравнительные аналогии с состоянием алкогольного опьянения когда благостной эйфории начального периода быстро сменяется с тягостным погружением во мрак в одно мгновение и мы уже власти марочных сил а вначале ну вот ну вот так же быстро способны смениться когда происходит основание вас из одного мира телесного материального в мир вибрационный когда уже готова вибрационная структура но еще к ней ток примериваете что так то сяк на контрасте хорошо это ощущается на карате этих состояний окружающий мир не меняется меняешь только его восприятие настолько меняющего подавлены раздавлены вообще трагедия хотя на самом деле трагедии нет просто восприятие мира трагедий на поскольку физическое тело смертное в нем столько всего из этой области из области страха в сомнении страдания гнездец поэтому глядеть вот из этого мрака на окружающий мир значит но и пребывать вот в таком же браке